Добрый вечер. Мы с вами замечаем потихонечку по косвенным признакам, что человечество деградирует. Люди становятся глупее, они становятся примитивнее, у них расширяется диапазон потребления, но при этом сужается понимание того, что они потребляют. Самый наглядный пример это iPhone. Айфонизация, она очень многим людям окончательно выключает разум. Они переходят к такому электрическому употреблению продукта, когда все схематично, все на уровне SMS. Ну, Льва Толстого они не читали, конечно, в принципе, даже не слышали о том, кто это такой, но осилить текст, который не помещается уже без перелистывания на дисплее, им тоже довольно тяжело. Это общая тенденция, потому что чем талантливее становятся приборы бытового назначения, тем меньше причин для напряжения собственного интеллекта. И мы с вами видим, что потихонечку упрощающийся мир, естественно, делает кого-то более талантливым, поскольку некоторая группа лиц все-таки должна обеспечивать приемлемое качество жизни всем остальным. То есть стиральная машина с выходом в интернет, холодильник с цветными картинками того, что ты только что съел и спектральным анализом, унитаз, соответственно, с анализом всего остального, чтобы по продуктам жизнедеятельности определить, как-то был неправ сегодня с утра или вчера вечером, и остается все-таки поле для выращивания талантов, есть нужда в их работе, но в целом, конечно, ведь не случайно наше министерство образования и предыдущий министр образования провозгласил доктрину. Мы должны, но он не сказал, что мы должны сделать поголовье идиотов в этой стране, он это обозначил более аккуратно, он сказал, что мы должны вырастить грамотного потребителя. И вот такой четкой совершенно вершины, торчащей острым пиком, способным порвать не только нанизанного туда интеллектуального человека, но и, в принципе, оцарапать любого соприкасающегося, становится телевизионная реклама, которая раз от разу изумляет все больше и показывает, что такое вроде бы элитное направление человеческой жизнедеятельности, как креатив, тоже деградирует вместе, естественно, и с клиентами. Помните фильм с Мэлом Гибсоном, что хочет женщина? Как тяжело было самому Мэлу Гибсону изображать из себя креативного директа рекламного агентства? Это было очень сложно. Вообще быть штатным талантом любой фирмы это тяжело, а когда кадры приходят все новые, все более глупые, все менее затейливые, все более схематичные, то есть люди воспитанные айфоном, то ничего удивительного, что взбодрить как-то свой скудный разум, тем более на уровне увядания светильника, можно каким-нибудь очень мощным стрессовым проникновением в организм, как он, например, химии. Судя по тому, что творится в телевизионной рекламе вообще и автомобильной в частности, креаторы перешли уже на наркотики, и, видимо, даже тяжелые. Первыми, кто вступил на эту нелегкую тропу, были люди, занимающиеся рекламой жевать на резинке. Там достаточно было под язык сунуть какую-нибудь химическую смесь с красивой оберткой, после чего замерзали фонтаны в воображении, набрасывались какие-то слоны. И было понятно, что такую рекламу мог придумать, с одной стороны, не совсем адекватный человек, а с другой стороны, он все-таки рассчитывал на некое понимание аудитории. То есть, наркоман-креатор делал рекламу для наркоманов-потребителей, либо людей, находящихся в пограничном состоянии. Toyota Corolla сейчас начинает рекламировать у нас в телеке самую хорошую машину Турции, потому что Toyota Corolla 11-го поколения, которая к нам приходит, она турецкого производства. И вот там реклама, на мой взгляд, тоже сделана с применением каких-то не совсем органического происхождения стимуляторов. Здесь уже, судя по всему, тяжелая химия. Там ролик очень такой спрессованный. Девка стоит на обочине с машиной, поломанной, как ее личная жизнь, машет лапкой, мимо проезжает молодой человек на Toyota, останавливается. Она впрыгивает к нему в машину по ходу пьесы, одевая на голову фату, преображаясь в невесту. На заднем сидении у них нарастает пачка каких-то документов. Потом там что-то происходит с детьми, и в финале вот этого стремительного сюжета они приезжают к некому строению с проглядывающейся надписью «Продается». После чего происходит смена подсказок, и в том уголке, где было слово «Продается», вырастает логотип фирмы, из чего складывается ощущение, что, видимо, эти ребята приехали покупать себе дилерский центр. Причем, видимо, с точки зрения креатора, все происходит в жизни так же быстро, как эффект от дозы, а вообще-то, если посмотреть, то в машине они прожили несколько лет. И продвигая подобным образом продукт, наверное, кто-то надеется на адекватность аудитории. То есть, наверное, клиенты, покупающие Toyota Corolla, это какие-то очень тяжкие наркоманы. Ну, по крайней мере, с точки зрения фирмы. Хотя до этого у них был рекламный ролик с котом в суицидальной наклонности, желающим, наконец, погибнуть, и под конец ролика он погиб во славу Toyota Corolla. Ну, видимо, какие-то очень мрачные бесы бродят в талантливых мозгах людей, продвигающих подобным образом продукт. Тут же встык объявилась «Газель Next», и там наркотик еще более тяжелый, потому что вштыренный водитель едет за рулем этой машины, он едет по зимнему городу, а ему мерещится лето. Он едет по разбитым дорогам, а ему мерещится ровный асфальт. Это серьезные галлюцинации, но, понятно, с другой стороны, Горьковский автозавод редко что-нибудь рекламирует. Ему обычно стыдно появляться на людях со своим товаром, и опыта нет. Приходится обращаться, скорее всего, к таким же вот не до конца адекватным людям. Хотя, возможно, что они чрезвычайно адекватны, но просто понимают, что человек, покупающий «Газель Next», он либо совсем конченый, либо у него с мозгами настолько тяжело, что подобная подача обеспечит, конечно, правильное попадание в целевую аудиторию. Причем вот эту схему странного преображения мира вокруг использовала и «Пежо», продвигая 408-ю. Там была именно эта же тема. Ты едешь по корявой действительности, а тебе мерещится ровный асфальт, и тебе всегда кажется, что праздник, лето и хорошее настроение. Я не пользовался никогда в жизни наркотиками, но по впечатлениям тех, кто этим занимался, понял, что, видимо, так оно и есть. Вот оно так и работает. А вспомните, какая реклама раньше была? Помните, например, «Пежо 206» со слоном? Это самая гениальная и очень тонкая, блистательно сыгранная реклама. За 30 секунд целое художественное полотно, когда парнишка из Индии, из Хиндустана, амбассадор, методом погружения слона, то есть слона сажает на капот, мнет машину об стену, потом при помощи автогена что-то варит, и получает «Пежо 206». А была еще такая гениальная реклама, которую мы, скорее всего, не видели, но ее видели американцы. Рено 4. Племя индейцев по горам несется прибавленным галопом. Там где-то ковбои, впереди вождь, и нормальная сцена вестерна. Один маленький нюанс. Они все не на лошадях, они все на Рено 4. И у вождя, у него боевое оперение, выглядывает сквозь люк в крыше. Не менее грандиозно. Недавно была реклама с «Фольксвагеном Джеттой» для американского рынка, где бульдожка проглотил ключи. И хозяин утром ищет ключи от машины, видит, что бульдог очень доволен, и по его роже, понятно, что, видимо, освоил. После чего он, пользуясь тем, что это не механический ключ, а электронный, собачку прикладывает к двери, потом при ее помощи заводит машину и везет к ветеринару. То есть вот раньше таланты были, тонкость подхода, изящество интриги, блистательность сценария, и было ясно, аудитория это воспримет. Нормальный тонкий ценитель или нетонкий, но человек, способный посмеяться, улыбнуться, ему преподносился товар, вокруг этого был талант в подаче. Теперь все сведено к примитивному восприятию мира. Причем ничего в этом особо унизительного нет, но видно, что планка упала до такого крайне низкого уровня, когда, а и так сойдет. А че? А мы тут вообще-то креаторы, вот мы тут себе вштырили потихонечку, засадили по дозе, так у нас и клиент такой же. Если так дальше пойдет, то вполне возможно, что светильники разума угаснут окончательно в креативной среде, но это не значит, что подобное произойдет с клиентами. Потихонечку по рынку расползается трагическая стагнация, не все бегут в дилерские центры за покупкой новой машины, и в немалой степени здесь, конечно, свою тоненькую роль, так аккуратным лоском по человеческому интеллекту, в данном случае как бритвой, оставляет в качестве тяжелого следа подобная реклама. Когда к клиенту так относятся, он не всегда наркоман, и не всегда настолько интеллектуально оскудел, чтобы на это вестись. Он может посмотреть, сказать, ребята, это точно не ко мне. Пойти к другой фирме, в другой шоу.рум. Перерыв на новости. На сайте победившем пробки 7 баллов, на сайте констатирующем пробки 8 баллов. Причем сценарии не совсем совпадают, хотя в целом, конечно, картина коллапса, очевидно, и там, и там. 65, 10, 9, 9, 6. Максим, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, рад вас слышать. Я тоже. Мы с вами как-то летом уже созванивались, рассказывал вам про свой автомобиль Smart, если помните. Еще бы. Это, знаете ли, очень редкий автомобиль, очень редкий Максим, и очень редкий случай человека, готового привыкнуть в том числе к его роботу и возящий троих в этом аппарате. Это да. Вот. Сергей, ну у меня к вам вопрос немножко там, не столько на самим железком, да, сколько по автомобильным брендам. Вот, к сожалению, сейчас с каждым днем все больше и больше, ну мы теряем какие-то автомобильные марки, да, то есть все идет к некому универсализму, да, ну, собственно, к айфону. А как, на ваш взгляд, возможно ли такое, что какие-то действительно великие автомобильные марки, которые были там, может быть, до войны, может быть, сразу после войны, да, ну, до 90-х годов, которые сейчас уже либо там, либо там, ну, их вообще не существует, а что они будут возрождены и именно как отдельное автомобильное производство, то есть там не как там сядут у Фолькслагена, да, когда берут там Гольф и одевают в новый кузов, и это типа там совсем другая машина. Вот. А именно чтобы это было отдельное производство, отдельные конструктора, отдельные разработчики и тому подобное. Это удовольствие для очень богатых, для очень богатых производителей, для очень богатых покупателей. Вот что произошло с Майбахом? При всем при том, что, конечно, он был Мерседесом, но под него была подложена легенда и была попытка создать совершенно автономный бренд, у Мерседеса не хватило денег для того, чтобы эту автономию разыграть. И кончилось тем, как машины Майбах продавались в перемешку с Мерседесами, клиент приходил и видел то же самое, только чуть дороже. Вот все возрожденные изоты Фроскини, Нэши и всякие прочие аппараты, которые регулярно всплывают на выставках, они являются такими шоу-стопперами для одного раза. Посмотрите, вот оно существует, помните, какое оно было и забудьте, потому что, чтобы эту машину сделать, нужно целый завод, нужно конструкторское бюро, нужно невероятно много денег и нужен спрос. А какой будет спрос на вот такую локальную машину? Интересно, насыщается быстро. Поигрались, ой, как здорово. Ну и, собственно, все закончилось. Вот то, например, благодаря чему никогда не будет ездить машина фирмы Мараша, имени нашего шоумена, который так талантливо раздевал барышень в кадре. Потому что она никому не нужна, у нее нет бэкграунда, а ее как-то предложить людям не получается. И вот это один полюс, когда люди просто в гараже что-то такое сделали, сказали, купите у нас, потому что нам кушать хочется. И на другом полюсе возрождение любого имени. Вот за какое ни возьмись, автономным оно не получится. То есть нельзя сделать машину, у которой не будет вот этого шлейфа, присутствия фирмы, взявшейся за это. Вот Бугатти, наверное, это единственный, может быть, такой позитивный момент, когда машину возродили сразу настолько дорогой и настолько серьезной, что за ней не потянулся шлейф Вольксвагена. И Бугатти при этом, она является чудовищно убыточной. Если бы эту машину возрождал какой-нибудь автономный концерн, ну или просто группа лиц, или инвестиционный фонд, они бы уже давно померли. Вольксваген, он один из самых сильных игроков на планете Земля, а во-вторых, у него, конечно, Бугатти есть, но у него еще есть и Ламборгини. И одно очень сильно помогает другому. И когда делаешь машину Бугатти с опорой на Ламборгини, клиенту не стыдно. А когда Бентли Континенталь у тебя на платформе Вольксвагена Фаэтона, это очень сильно вредит аппарату под названием Бентли. Тем более, что в промежутке между ними стоит Ауди А8, который является тем же самым. И вот каждый год кто-то заявляется, какая-то новая фирма из вот тех самых, из легендарных. И все говорят, ах, они сделаны по одному и тому же лекалу. Мы готовы. Давайте посмотрим спрос. Раз, давайте поищем инвестора. Это два. Спрос минимальный, инвестора нет. А вот сейчас уже вроде как Тойота, какой-то бренд, или Ниссан, я вот сейчас точно не помню, но вы рассказывали какой-то спортом, что наш отечественный бренд-менеджер уезжает туда, чтобы возрождать какую-то марку. Да. Это Татьяна Натарова уехала в Японию, и она теперь главная по продвижению бренда Datsun. Но Datsun это не легенда, Datsun это ширпотреб, хотя тоже интересный, но это уже другое. Ведь можно возрождать изотов раскини, и создавать автомобиль великолепный, блистательный, и заведомо дорогой, можно уйти в ценовой сегмент пониже. И здесь другая игра. Вот у нас Volkswagen на сегодняшний день в ценах настолько уже не Volkswagen, а просто Vagen, что даже самый маленький Volkswagen, он дорогой, и нужно под него создавать дешевенький суббренд, потому что принижать Volkswagen неудобно, Skoda уничтожать до конца вроде как неправильно, значит нужно создать. Вот Nissan пошел по этому пути, он возрождает Datsun, Renault завело себе Datsun, Citroёn сейчас в раздумьях, Peugeot и Citroёn, а не возродить ли им какой-нибудь бренд, у них, например, был Talbo, тоже, кстати, легендарная марка, родившаяся около 100 лет тому назад, и он тоже будет таким дешевеньким для людей, стартующих в автомобильном потреблении. И итальянцы... Это будет тот же какой-нибудь, не знаю, Peugeot X-T8, просто с менее дешевым пластиком и называться по-другому. По-разному. Вот Dacia, например, она же не является напрямую Renault. Это для нас она Renault конкретно, а в Европе ее такой нету. Есть румынская Dacia, которая именно румынская, которая по-другому называется, она называется Renault Logan, Renault Sandero, то есть Dacia Logan, Dacia Sandero и Dacia Duster, и это потребляемый продукт, и к нему нету претензий. Это заведомо дешевая, заведомо для бедняка, заведомо приличная, потому что новая. она имеет свой спрос. И ее не планировали французы продавать во Франции, они решили, что это будет сразу для Восточной Европы. А потом потихонечку народ начал пригонять сам. Поняли, да, на это есть спрос. И это как раз вот такая субкультура. По какому пути пойдут, например, итальянцы, когда Фиат, дышащий на ладан и подыхающий абсолютно, уже от всех болезней, какие только есть, задумывается о возрождении бренда Autobianchi, он же Autobianchi, локальной, еще менее известной, чем сам Фиат. То есть у Фиата покойник, а этот покойник еще пытается создать полупокойника. Вряд ли получится. А та же самая фирма BMW, которая взяла за возрождение бренда Mini, она его сразу вывела в диапазон дорогих игрушек, каковой Mini раньше никогда не был. Потому что Mini работы Алика и Сигониса, это маленькая, вполне дешевая, демократичная, доступная машинка. Сыграли в другом ценовом диапазоне. То есть старые бренды возрождать не будет никто, потому что под эту легенду нужно слишком много денег. По крайней мере, вот дорогие бренды. А мелкая дешевка, она подыхала и мало у кого оставила популярный добрый след в душе. Ну вот Datsun попробует, остальные посмотрим. Потому что заявок очень много, ведь и Opel обещал, что он сейчас чуть ли не выкупит Trubant и начнет его делать. Пока не осмелился. Понимает, что с основным брендом не получается. И итальянцы те же самые, они с этим Autobianchi уже который год бегают и говорят, да, сейчас сделаем, хотя пытаются заглотить Chrysler, но там слишком большой пирог, рта не хватает, чтобы его скушать. Тем более, что... Ну да, очень странно. Видите, Fiat под брендом Buick, например, это вообще, по-моему, разрыв шаблона какой-то. Ну, тем более, что сейчас еще немножечко Chrysler попрыгает-попрыгает с итальянцами и, объевшись макарон, пинком в запад их вышвырнет оттуда. И экспансия итальянцев в Америку не состоится. Как бы итальянцы не тешили себя этой иллюзией. Они сейчас извратят до конца джип, они сейчас попытаются похоронить дочь. Ну, итальянцы, они такие вот, как больные проказы. Все, до чего дотрагивается, оно почему-то не расцветает. У себя много чего закопали, да? По поводу итальянцев, ну, единственная любимая марка, Alfa Romeo. Она умерла окончательно. Ой, не Alfa Romeo, Лянча, Лянча. Да. Она умерла, все, ее больше не будет никогда и ни в каком виде. Нет. Мы сейчас с вами как раз присутствуем при закате этой марки, и именно Fiat ее и уничтожил, потому что теперь Лянчами называются Крайслеры, Лянча Voyager, Лянча 300C, Лянча Sebring. Все. Там осталась еще буквально пара моделей, которые автономны, и те, естественно, на фиатовской платформе. Они сейчас сойдут со сцены, и больше мы Лянчу с вами, вот ту самую Лянчу, не увидим. То есть на заборе-то, конечно, будет написано много чего интересного. Но за забором будет не то, что обещано. Понятно. Спасибо огромное, Сергей. Спасибо вам за интересный разговор. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Здравствуйте, Дмитрий. Как ваше отчество? Моя отчество такое же, как Александр Леонидович Гнездюка. Леонидович. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Наконец-то до вас дозвонился. Очень рад. Мы вашу передачу с Александром Леонидовичем, вам известным, очень часто обсуждаем. Ну, Александр Леонидович, он мой верный слушатель, еще так, наверное, с 15-летним стажем, как бы не больше. У меня с 25. 25 лет тому назад я... Нет, мы просто знакомы с ним. Да. Мы с ним очень давно дружим. У меня... Ну, во-первых, итальянцы все-таки хорошее сделали для джипа. Они поставили ему хороший дизельный двигатель. Но это не Fiat, это другие итальянцы. Не Fiat, это все-таки... Ну, все-таки итальянцы. Да, но все-таки... Ну, вообще-то у Италии очень много заслуг. И если по миру посмотреть, что сделали итальянцы. Итальянцы временами бывали молодцами, а итальянская автомобильная промышленность, вот до рубежа, наверное, середины 80-х, она была великолепна, потому что, ну, Лянчо Дельта Интеграли. А кто рядом стоял? А Лянчо Стратос? Да кто вообще мог в принципе без придыхания... Это даже Лянчо Капо, в конце концов. Лянчо Капо, да, хотя это уже совсем на любителя. На любителя, но это была машина. Да, а Fiat 500, Fiat 600, грандиозный совершенно. Даже сегодняшний он неплох, но не тот, который был раньше. Ну, сегодняшний он просто очарователен, хотя у него все-таки ходовая от Forda Fiesta. Там итальянского не так много, но дизайн все-таки красота. Там дизайн остался стильный. Великолепный. Великолепные итальянцы, они, наверное, лучше всех справились с задачей возрождения вот того образа, потому что брались-то многие. Мини, на мой взгляд, извратили идею. Ну да, немцы пытались сделать рука, не возродили, ничего не получилось. Ужас абсолютный. Да. Американцы, кстати, пошли интересным путем, когда они сделали Chrysler Prowler. Но напрямую никого не возрождал, но тем не менее стиль воспроизвел. Стиль выдержали. Да. Было очень красиво. Сергей Степанович, у меня такой вопрос, как к фанату фирмы Peugeot. Я давно езжу на 406-м Peugeot, имею все замечательные приятности по поводу его автоматической коробки АЛ-4. Да, еще. Я ее перебирал два раза. Всего лишь? За какой пробег? У меня 240 тысяч. Сейчас прервемся на новости, потом продолжим. Да, пожалуйста. Не вешайте. Не вешаю. Дмитрий Леонидович, мы с вами похвастались друг перед другом, скажем, владение нашим общим гнездюком, теперь переходим к автомобилям. Да. Сергей Степанович, так вот, 240 тысяч я проехал, два раза перебирал коробку. Всего лишь? Всего лишь. Последняя переборка была 70 тысяч тому назад. Нормально. До сих пор жива. А вы гидроблок только меняли или все? Нет, все. То есть, просто перетряхнули все или просто... Просто вытряхнули все то, что было, потому что мастер последний, который перебирал это устройство, сказал, нет, давайте мы все переберем гидроблок, гидроблоком надо менять все. Ну да, до последнего желатника. Потому что коробка не подлежит ремонту, она подлежит просто вот замене всех агрегатов. Ну да, если можно еще найти ее автора-изобретателя и дать ему в глаз. Ну, автор-изобретатель коробки это фирма Porsche, вообще-то. Ничего подобного. Фирма Porsche? По-моему, по-моему, только французы ее доработали до невероятия. Не-не, французы, они вот начиная на 406-й они вообще помалкивали, а вот начиная с 206-й, когда они ее обозвали Типтроником с ручным режимом, они сказали, а вот тут в доводке ее нам сам Porsche помогал. Это то же самое, как помните мы? ВАЗ-2108. Кто делал? Порш делал. Ай, какие мы крутые. Да. Так вот, отличается ли этот агрегат на 408-м? Четырехступенчатый нет, а потом у него же туда еще айсин, вот там, значит, те, которые 1,8, 2,2 на 407-м, они точно такие же, как у вас. Все понятно. То есть, 2,0, то есть, 1,8 и 2,0, они имели четырехступенчатую как раз вот этот вот ваш мусорный ящик. АЛ4. Да. А тот, который аппарат 2,2, вот у него уже айсин стоит. 2,2, это он всегда стоял? Да. А вот, что они сделали на 400, вот именно на 408-м, они оставили, поставили, вернее, оставили АЛ4-м или АЛ4-м? Нет, на 408-м, вот на том, который 307-й с багажником. Ну да. У него... Который 307-м багажник, и который 1,6 прижатый до невероятия двигателями. у него, во-первых, два мотора, у него же есть мотор 1,6 115 лошадиных сил, это старый, родной, который еще от 306-й пришел, и вот он как раз, если его и с автоматом, то это с вашим любимым АЛ4. Понятно. А если там идет 150-ти сильный, который уже тот самый выкидыш BMW, турбированный, то у него как раз идет АИСин, шестиступенчатый, а что с того толку, когда эта машина стоит как 508-я, у которой этой проблемы нет? А, у 508-го нет? А у 508-го у него стоит шестиступенчатый АИСин. А, и на дизеле тоже. А на дизеле он стоит тем более, с дизелем 2,2, та, которая ГТшка. Которая 240 сил, и это замечательная машина. И у которой спереди стоит та же самая двухрычажка, что и штатно стояла на 407-й. На 407-й. Вот они ее... Это не самая хорошая. Она по управляемости очень точная, но она осталась только на 2,2. Именно потому, что они ее довели до ума, а обычно 508-й, во всех остальных вариантах, они поставили Макферсон спереди. Зря. Вот это... Машина интересная, но только с двигателем 2,0, 2,2. Вот 2,2 турбодизель, которая ГТшка. Вот это как раз Пестя. Она адресована уже тонкому ценителю, а все остальное, ну, так, по-разному... Ну, правда, она и стоит 1,220. Да, 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 да. Но вот, кстати, фирма Пежо здесь в данном случае заложник общей тенденции примитивизма человечества. Кому нужна эластокинематика? Вот на вашей 406-й она стоит, а дальше уже все, потому что эластокинематика это дорого в производстве. Тем более, что французы все-таки подвесочники талантливые. Они могут... Они же даже 308-ю заставили нормально в поворот входить. Хотя там простейшая балка стоит. Можно затеять грандиозную коробку, можно затеять грандиозную подвеску. Кто это оценит? Никто. А ценник выскочит. Ценник будет негуманный. Поэтому они 508-ю для гурманов сделали одну версию для тех, кто ценит. 2,2 с нормальной передней подвеской, а остальным просто хорошо. И 508-я, тем не менее, это же машина, которая на голову выше Пассата. Конечно. Конечно. Вот Пассата на ее фоне... Ну, правда, я, опять же, фанат Пежо, она мне нравится намного больше, чем все остальные. Но вот 2,2, конечно, это автомобиль. Да, это автомобиль, ну и ценник. Причем, они же, как всегда, французы, они, ребята, блистательно освоившие японское искусство харакири. Они сами себя уничтожают просто невероятно. И политикой по двигателям и коробкам, когда они этот АЛ-4 продолжают по сию пору ставить. И ценообразованием. И в результате они взяли, посмотрели, сколько у них будет стоить 508-й брейк и решили, что не, ну дорого, мы сюда его не повезем. Как они похоронили 807-ю, когда 807-я с трешкой под капотом стала стоить столько же, сколько Прада? спрашиваются и, ребята. Ну и она осталась невостребованной абсолютно. А тем не менее, ведь 807-я, у нее же сзади тоже самое эластокинематика. А трехлитровый двигатель у них тоже был очень неплох. Ну, когда они на каждую свечку по катушке привернули, выяснилось, что что-то они не очень умеют с электричным разбираться. Лучше бы они Эйфелеву башню освещали по-прежнему. Но на дизеле она была, вариантов по двигателям могли бы, ребята, исхитриться. Но вот, ну вот, вот, вот эти, когда фуагра на завтрак, виагра на ужин, тогда как-то мир вот уходит из-под ног. И они перестают понимать, на каком рынке они существуют. И они губят этот рынок. Могли бы сыграть по-другому, потому что та же самая 408-я пришедшая к нам или 301-я. Ребят, вы на сколько лет опоздали? Вот с 301-й на сколько? На 5. Ну, минимум на 5. Да, были бы первыми. А ведь мысли-то были. Ведь соображали они. Ведь они работали в этом направлении. И они как раз затевали вот тот самый дешевый бренд. Они думали, может быть, сделать наконец-то Тальбо. И тогда 301-я станет уже Тальбо. Они над этим работали, работали, работали. И они сказали, да ладно, у нас такая лояльность клиентов. Фуагра на завтрак, виагра на ужин. Да мы самые умные. Да все будет хорошо. Сейчас помойную коробку воткнем, сейчас паршивый движок засунем, но это же Франция, все будет хорошо. Приехали с 408-й, которую брать можно только с 1.6 с старым атмосферником на механике. И 301-я, которая опоздала на 5 лет. Все, ребята, а вот теперь уже поздно. Боржоми нам вернули, а вас это уже не спасает. Да, и стиль ничего больше не заменяет. А вот со стилем они как просчитали, сколько они лет работали с пенинфариной. Сколько пенинфарина души вложила? Практически до смерти в пенинфарина. Да. А потом, как только они сделали 407-й, вот 406-я пенинфарина, а 407-я до такой степени спорная внешность. А как мир среагировал на спорную внешность? Они сэкономили на пенинфарине. И в результате из класса D, из сегмента D, 407-я пинком взад вылетела со всех рынков, на которых была. Потому что у них получился кракозавр, уродище, и это была одна из немногих машин, у которой было дверей четыре, а посадочных мест два. Она вылетела из... Сзади сидеть нельзя совсем, это точно. Она выскочила из флитпарков, из проката, из такси. Они вылетели отовсюду. 508-я должна была прийти сразу в стык. После 406-я должна была быть 508-я. Да, да. Потому что 408-я сейчас это не автомобиль и не Франция. Это Китай. Это абсолютно Китай голимый. Но из-за того, что они так самонадеянно решили поэкспериментировать с дизайном, они в результате разорились. Убыток 10 миллиардов. Сколько они тысяч человек выкинули? Официально было заявлено, что 4 тысячи, на самом деле 10 тысяч человек закрыли завод в Англии. И сейчас они штопором уходят на дно и пытаются схватиться за фалды пиджака GM. А GM при этом их так аккуратно тряхивает, говорит, ребята, а нельзя ли вот как-то не таких нищих? Давайте кого-то побогаче. Ну, GM и без них хватает с кем-то поработать. Хватает. И тем более, что Peugeot все-таки на четвереньках ползет в сторону Opel, а высокотехнологичный Opel прекрасно понимает, что уж на этом рынке позолотить ручку Peugeot это самоубийство. Совершенно верно. И вариантов у них немного. А с чего все началось? С высоко задранного французского носа. Месье посмотрел на Эйфелеву башню, нюхнул Шанель номер 5, вдохновился и подумал, что он самый умный. Нет, ничего подобного. И вот у них ведь одновременно этот коллапс произошел. Вот это великолепная реклама Peugeot 206, та, которая со слоном, которая на всю Индию и на весь мир. Да, да, да. Сколько она Каннских львов взяла? Все, какие только были. Это очень была стильная реклама, как и сам автомобиль. Да, причем именно эту рекламу признали самой лучшей автомобильной рекламой планеты Земля. Вот она была гениальна. Были машины, была игра с клиентом, была подача, была реклама, а потом тут сэкономили, там сэкономили, и, ребят, где вы сейчас? Потеряли все, и стиль, и машину. И 508, первый, кто пытается из этого пике выйти, но целое десятилетие 407, разорившая компанию, к сожалению, одной модели не закроешь. А 301, это не про нас, а по Европе 307, 308 отыграл впустую, а 207, 208, 207 на самом деле пришелся ко двору и тянул продажи, но он был одним бойцом, а 208, пришедшая ему на смену, она на старте, бац, и уже споткнулась, уже не получается. 208 уже не получается. Причем про наш рынок, ладно, ведь к нам же тоже притащили похоронную команду, потому что купить 208 в здравом уме, как только ты ее по комплектации подбираешь, выясняется, что ты за эти же деньги берешь кого угодно из конкурентов, либо здесь у тебя мотор 1.2 в три цилиндра, стыдно кому сказать, либо какая там коробка стоит, АЛ-4, АЛ-4 там. Да провалитесь вы прободом со своей коробкой, сколько можно уже. Нет, ну завод-то стоит, ну месье хочет кушать, давайте мы сэкономим, а дилерская сеть, если что, что-то там отремонтирует в гарантийный период, да покупать уже никто не будет, уже хватит. Люди даже... А как просто было поставить ЗТФ и уже можно было хотя бы, хоть как-то ее продавать. Да, причем достаточно было сделать это главным рекламным акцентом. Вот если бы 208 появилась на нашем рынке, и у нее рекламный слоган был без АЛ-4. Да, очень многие взяли бы эту блостину. Блондинки понимают, о чем речь. Они уже в курсе, они знают, что не надо, вот этот самый четырехступенчатый автомат, они же не понимают, как он называется, они говорят, это тот самый четырехступенчатый, говорят, да, но там уже гидроблок от ЗТФ. Ага, спасибо, здравствуйте, у меня уже было, до свидания. Пежо, куда, на какое кладбище принести веночек? Да, да. Увы, трагическая печаль. Как сегодня интересно, вдруг, о французах много слов, вот, кстати, и о рекламе, и о французах. На сайт Владимир написал, эх, Сергей, вы еще не видели рекламу в Японии, зайдите на YouTube, вы просто выпадите в осадок. Реклама машин, это еще цветочки. Да, японская реклама, кстати, она вся наркоманская. Суп-де-ширак, на этом фоне шедевр. Иван пишет, я до сих пор вспоминаю со смехом рекламу Лады с автоматом. Вот это действительно наркоманский ролик. Да, Иван, я его тоже вспоминаю со слезой, со смехом. Еще одна реплика от человека под псевдонимом Джеймс. Интересно, вот уже когда все эти пиарщики и рекламщики, а также директора поймут, машину покупать будут не от хорошей рекламы, а от нормальной цены и действительно хорошего качества. Лучше бы деньги, затраченные на гениального пиарщика, вложили в производство. А вот они как раз а если не будут брать, мы кинем денег в рекламу. Вот именно эта порочная практика, когда берется товар подешевле и компенсируются его недостатки попыткой зомбирования клиентуры, они и порождают порочный круг. Пежо по этому пути прошла, и вот японцы идут точно по этому самому пути. Блистательный пример фирмы Инфинити, которая не является премиальным, просто ни с какого боку автомобилем, но берется простенький Ниссан, лакируется салончик в кожу, тут тебе автомат, тебе губы закатыватель и много рекламы о том, что это очень круто. Особенно это смешно, если вспомнить, например, Ниссан Альмеру, которая на американском рынке тоже одно время выпендривалась под псевдонимом Инфинити. Представляете, Ниссан Альмера с кожаным салоном это премиальная машина. Реклама было много по этому поводу. Новости. Петр Лосовский пишет, какие потребители такая реклама, неужели мы действительно на такие тупые, такое быдло в глазах топ-менеджмента автомобильного бизнеса, что они пускают подобную рекламу. Хотя, если оглядеться вокруг, то ощущение, что половина населения Земли, люди в интеллектуальном плане ниже, чем у Буша-младшего. Да, я с вами целиком согласен и они, собственно, так и считают, потому что мы позволяем подобным образом считать. 65, 10, 9, 9 и 6. Олег, здравствуйте. Алло. Сергей Степанович, добрый вечер. Здрасте, а ваше отчество, Олег? Олег Николаевич. Олег Николаевич. Так неожиданно дозвонился, что вынужден был остановиться как законопослушный. Я тоже вздохнул. Когда вы до меня дозвонились, я изумился не меньше вашего. Так, загадку можно на околоавтомобильную тему? Пожалуйста, на любую. Конец прошлого века, Будапешт, красота неописуемая, кирпичи, женщины, гуляю ногами, все хорошо, кроме звука. Звук раздражающий идет с перекрестков. Стартует, как угорелые. Но сначала подумал, что пена у молодежи кипит в крови, а потом посмотрел, старые, молодые, мальчики, девочки, ну все, как угорелые с перекрестков. С чем связано? Как интересно, ниже их цены на бензин упали. Нет, нет, прошлый век. Прошлый век это какой, 19-й или 20-й? Вы же гуляли в конце 20-го. Это 20-й, 1990-й, 1989-й год. Знаете, это тем более непривычно слышать, потому что до того венгры были первыми в соцлагере, кто придумал ставить лампочку на открывание второй камеры в озоновском карбюраторе «Жигулей», чтобы она не открывалась, и ездили только на первой камере. Поэтому резкий старт, ну неужели ребята дорвались до хорошей техники? Да нет, нет, все просто оказалось. Не мог отгадать, спросил местных, ответ меня поразил, если честно. Ответ следующий, если я, я при этом главное слово проеду быстро, то нас, это тоже главное слово, проедет больше. Ух ты. Да, 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 да. Социальная ответственность за то, чтобы все успели, потому что у всех в равной степени важные дела в жизни. Изумительно. Вот я об этом же, и, соответственно, пытался и пытаюсь сделать на нашем поле аналогичные вещи, но никак не идет культура вождения, к сожалению. Может быть, вы хоть пару слов будете на эту тему говорить? Вообще, подобным образом подходить к культуре вождения в нашей стране не получится, тем более, потому как есть всегда толпа стремящихся быть первыми, но это светофорные гонщики. Они подразумевают отнюдь не это. Они подразумевают... Нет, безусловно, не это. По обочине, вперед, тревом. Это не о том. Просто вас же слушают и в том числе женщины, они, в отличие от нас, мужчины обучаемые, может прислушаться кто-то и будем мы лучше ездить и быстрее ездить и культурнее ездить. Ну, от этого мы не будем лучше и быстрее и культурней, но в совокупности, конечно же, потихонечку, может быть, и придем. Тем более, что, да, вы правы, женщины, они хоть и чрезвычайно осторожны, но позитивы в себе несут больше, агрессии меньше. Ну, хотя, конечно, наши бабы тоже озверели от такой жизни в нашей шикарной стране. Сигналят, позволяют тебе сигналить. Не дали, как вчера, сделал замечание 2310, даже показал, какое время, но сигналит во дворе, ну, как так может быть? Это она там своего любимого вызывала? Воспитание, да, гены и совокупность. Олег Николаевич, а с чего воспитание начинается? Ведь человек за рулем уже взрослый, сформировавшийся, с определенным подходом к жизни. Он же перед этим прожил какой-то период детства, взросления и сел готовым продуктом, приобретя определенные, даже обостряющие факторы. То есть, привычки были, если человек был хорошим, то он стал лучше, если человек был плохим, он стал хуже. Но с чего-то же началось формирование его вот таковым. Мое глубокое мнение, что все-таки тут гены много играют. Гены играют определенную роль, но вот у нас сколько примеров, когда человека вырывали из привычной, например, негативной среды и с его порченным генотипом засовывали в нехарактерную, но способствующую расцвету личности среду. И мы получали совершенно удивительных людей. И вот производство, например, в дворянство из крестьян в Российской империи подобным образом поощрялось. И потом, когда всех дворян расстреляли и раскидали по концлагерям, сколько беспризорников. Ведь у нас, помните момент расцвета советской науки, когда из крестьян и беспризорников люди прорывались на вершину интеллектуальной. Да, даже личные примеры есть, согласен. Даже личные примеры есть. Потому что это были дворянские дети со своим генотипом, вырванные и втоптанные в грязь при расстрелянных или погибших родителях, усыновленные, удочеренные, спрятанные и воспитанные вне своей среды. И там генотип давал человеку возможность преодолеть свою среду. А также и обратные случаи, когда человека с плохим генотипом хорошая благотворная среда поднимала наверх и он расцветал. Сколько такого тоже было? То есть гены играют роль, но всегда, во-первых, по-разному, во-вторых, не они являются определяющими. Безусловно, безусловно, но я все-таки пытаюсь бороться за культуру на дороге. С генами боретесь? Или с последствиями? Да нет, личным примером, если честно. Могу даже пример привести, что с 1994 года по 2001 специально подрезал людей, камил, наглел только для того, чтобы после этого включить знак аварийной остановки и поизвиниться. Вы понимаете, вот меня за 7 лет 13 раз ответили, а сейчас за день по 20 раз отвечают. То есть что-то доходит? Ну, суровый метод вы избрали, суровый. Да, безусловно, ну а как по-другому? Просто у меня знак аварийной остановки, вот это моргание в Германии, скажем так, от больших финансовых трат спас. Ну и стал здесь это все культивировать. Дошло же. Но подрезать-то не обязательно, можно ведь так или иначе. Ну а как по-другому? Нет, я аккуратненько, просто опыт большой, я аккуратненько, так, на грани слова, без наглости. Вот в повседневной жизни регулярно в потоке кто-то кого-то пропускает, кто-то кому-то дает возможность вклиниться сбоку с... Да, уже научились, уже научились через раз, через одного, уже молодцы. И никого не подрезая, тем не менее, моргнул. Нет, сейчас уже прекратил, а сейчас пытаюсь другое доказать, что-то никак с трудом идет, что надо переставать двигаться, когда красный сигнал светофора, просто за это время можно программу настроить, я не знаю, носу поковыряться, да все что угодно, но не двигаться. Ну двигается, но встал, стой. И не выезжать на светофор. И не выезжать за светофор, конечно, вот встал, стой, ремень поправь, ну столько можно сделать за это свободное время, но зачем вот эти вот пять метров ни туда и ни сюда. Но... Непонятно, это и трудно объяснить, вы понимаете, очень трудно объяснить. Но, Олег Николаевич, тем самым вы улучшаете человеческий генотип, поскольку они раньше не понимали из-за плохих генов, а теперь они стали понимать из-за того, что хорошие гены показали им хороший пример. Ну, возможно, да. А с другой стороны, Олег Николаевич, вот мы все так или иначе сориентированы на то, чтобы вообще-то не уклоняться от закона и ездить по правилам дорожного движения. Ну, мне так кажется. Дешевле. Дешевле, разумней, правильней, но не хватает такого серьезного позитивного примера, потому что вы в одиночку по-своему преподносите им эту науку культуры, культурного вождения, кто-то еще как-то старается. А не должна ли нам власть показать пример того, как правильно... Вот это следующий вопрос. Безусловно, но и в наших же головах очень много. Власть, безусловно, но и в наших головах много. А в наших головах откуда? От того, что не учили никогда никого и ничему, и каждый постигает жизнь без истин, без ориентиров, а примеры придумывает. А вот если примеры показаны, вот когда ребенка берут в школу, из первого класса ему говорят, что на красное нельзя, что на знаки нужно смотреть, что бабушку через дорогу нужно переводить, что не вылазь за стоп-линию, когда ты будешь взрослым дяденькой или тетенькой и поедешь на машине, а заодно, а заодно посмотри на позитивный пример, который тебе покажет полицейский, МЧС-овец, на черной машине с мигалкой, и президент нашей страны, который едет не 200 км в час, понимая, что под каждым кустом сидит снайпер, мечтающий его убить. Да, да, ну это вы сейчас про рыбу рассказываете, которая с головы. А куда же без нее-то? Ведь хрестоматийный, Олег Николаевич, хрестоматийный пример поведения испанского палача и фашиста Франка, который именно... Да, да, он меня тоже поразил, он меня тоже поразил. Вот. Показал же, смог же. Показал, да. В то же самое время палача. Да? А премьер-министр Норвегии, который в такси, но ведь сел же и поехал, и почему-то город не зачистили, и почему-то всех норвегов не перестреляли, и не посадили туда только актеров, которые счастливыми лицами рассказывали ему, как замечательно они живут в Норвегии. Ну, в общем, постарайтесь, пожалуйста, хотя бы пару слов о культуре вождения. Может быть, получше будет на дорогах, попроще, полегче. У вас получится. Олег Николаевич, спасибо за доверие. Так, Михаил, здравствуйте, у вас еще немножко времени. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень рад, что до вас зазвонился. И я тоже рад. Сегодня такой замечательный эфир, сколько говорим об автомобильных марках и истории. Я очень давно хотел с вами обсудить одну тему. Давайте. Она касается компании «Хонда». Компания «Хонда» в свое время сделалась легендарное, можно сказать, имя на поприще гонок, в том числе и автомобили, которые выпускались этой компании. они были шикарными просто по производительности, по мощности, снятых с литра, по управляемости. И их вторжение в Америку, Михаил, было блистательным, когда они туда пришли с первым поколением «Сивика», и потом, когда они туда засунули машину под названием 2000-ая, которая С2000. Ведь какие были легендарные автомобили. Они потрясли рынок и мир, и выяснилось, что при незначительных деньгах машина может быть фантастически интересной. «Именно. Вот я являюсь счастливым обладателем как раз автомобиля «Хонда С2000». Ух ты, какого года? 2003-го. О, это интересный аппарат. То есть, это самый шикарный вариант, на мой взгляд, когда еще было 2 литра, 240, и кроме АПСа больше ничего. Но, просто суть в том, что когда сидишь за рулем машины этой, и все, все абсолютно, начиная от усилия коробки, усилия руля, усилия, которые на педали сцепления, это все настолько было продумано и было видно, что над этим думали. И так жалко, когда смотришь на то, что после эры Шакера Уехара происходит, который и С2000 сделал, и НСХ сделал. А вот это как раз экономическая целесообразность в ущерб нашим с вами восторгам и устремлениям. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова